Деньги со счета компании В результате ее фирмы недосчиталось почти 900 тысяч рублей Как рассказали в городской прокуратуре, женщина написала явку с повинной и полностью признала свою вину Подсудимая характеризовалась в целом удовлетворительно Ранее к уголовной административной ответственности она не привлекалась Активно способствовала расследованию преступлений Суд признал бухгалтера компании виновной в хищении денег в крупном размере Ей было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года Фигурантом уголовного дела стал еще один житель Ноябрьска, только уже несовершеннолетний На скамье подсудимых он оказался за грабеж Предметом спора стала украденная кепка Головной убор своего знакомого юноша облюбовал давно Даже попытался купить кепку Но приятель оказался непреклонен и продавать ее отказался Тогда молодой человек сорвал кепку с головы владельца и убежал По факту грабежа было возбуждено уголовное дело 18 лет вот-вот исполнится нашему подсудимому То есть, соответственно, уже ранее он привлекался в уголовную ответственность Должен был понимать, что такие действия осуществлять нельзя С учетом несовершеннолетнего возраста, позиции государственного обвинителя Было назначено наказание в виде обязательных работ И 40 часов обязательных работ Должен будет несовершеннолетний отработать во благо нашего города Свою вину в попытке грабежа признал еще один ямалец На этот раз 26-летний житель Тазовского района По версии следствия, преступление мужчина совершил в декабре 2017 года Он ворвался в один из магазинов Салихарда И попытался с помощью ножа вскрыть кассовый аппарат На лицо грабителя в тот момент находилась медицинская повязка Довести дело до конца и все же забрать себе деньги у мужчины не получилось Известно, что раньше он уже был судим Он постоянного заработка не имеет В отношении него возбуждено уголовное дело Санкция, вменяемая 161 статьей Уголовного кодекса Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет В Тюмени под суд отправится сын с отцом Они вымогали деньги у предпринимателей Схема преступлений похожа на кадры кинофильма 58-летний мужчина начал свою преступную деятельность в октябре 2016 года Старший напарник обстреливал из пистолета Марголина с глушителем автомобилей бизнесменов А затем вымогал у них деньги Таким образом, жертвами 58-летнего вымогателя стали три человека В апреле 2017 года он вовлек в преступную схему своего сына 20-летний тюмениц по телефону потребовал у одного из бизнесменов 300 тысяч рублей А у другого предпринимателя его супруги 4 миллиона Жертвы обратились в полицию и вскоре вымогатели были найдены Инициатора преступления по решению суда заключили под стражу Его сын находится под подпиской о невыезде Злоумышленникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы Тело погибшего водителя трактора спасатели наконец извлекли из-подо льдам Произошло это 24 января Мужчина погиб в понедельник во время строительных работ на зимнике Панаевска-Коксарка В районе села Салимал под лед провалился колесный трактор К-700 Водитель не сумел выбраться из кабины из-за закрытой двери И только спустя два дня, 24 января, погода позволила полноценно провести спасательную операцию Тело водителя извлекли из автомобиля через выбитое лобовое стекло К этому часу у меня все Я напомню стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» Может абсолютно каждый Если вы стали свидетелем какой-либо чрезвычайной ситуации и смогли заснять все это на камеру мобильного телефона Фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики и телеканала «Ноябрьск-24» ВКонтакте